всем привет еще раз сегодня нарисуем такой необычный цветок красивый лотус и я его буду рисовать начали просто карандашом потом краской но можно будет конечно же раскрасить всем чем хотите итак первое с чего я начну я вот здесь положила листик взяла фломастер чтобы вы посмотрели что самое главное лотус у нас занимает огромное пространство но находится в нижней половине листа это очень важно потому что здесь немножко подниматься еще закрытые бутоны лотоса вот вот такие сверху если мы нарисуем его в самом центре вот этот вот цветок то у нас к сожалению не останется места для вот таких вот симпатичных отростков я сейчас покажу кое-что смотрите сколько места занимается цветок и примерно столько места занимают вот эти вот отростки центр листа вот здесь смотрите видите одна половина у нас занята будет большим цветком а верхняя половина будет занята от росточками это очень важно ну а теперь наш главный герой наш цветок с чего он начинается соответственно нижней половине листа я буду рисовать и лепесток лотоса он довольно имеет простую форму вот такого вот листика но здесь вот обратите внимание не все лепестки у нас одинаковой формы что это значит нас некоторые лепестки могут быть немножко скошенной формы да то есть они могут иметь ведь как будто бы ножницами сверху взяли от них вот чуть-чуть отрезали но идеальный цвет лепесточек имеет такую форму обратите внимание как его рисую я вот здесь вот себе такую делаю как бы чашечку и в эту чашечку я вначале ставлю один лепесточек добавляю сюда другой лепесточек сюда еще один лепесточек сзади маленькие лепесточки и так далее смотрите как я наращиваю наращиваю со всех сторон привет и девчонки переключайтесь то есть я их буду вот так вот наращивать и складывать вот в эту вот вот такую чашечку задниц лепесточки будут у нас вот так вот постепенно открываться то есть с чего мы начнем начнем вот с этого тарелочки в которую мы сейчас вставим разные разные лепесточки всякие пистики тычинки мы потом уже нарисуем внутри и большие лепесточки которые будут вокруг снаружи мы тоже обязательно добавить давайте попробуем теперь вместе и так вот моя . в центре листа и в нижней половине здесь не в самом не в самом низу почему не в самом низу потому что здесь должен быть еще лист правда я нарисую вот такую вот тарелочку обратите внимание не в самом низу потому что здесь вниз внизу я еще оставлю для листа да вот для вот этого зеленого листа я еще оставлю место но вначале я ставлю вот такую тарелочку и в эту тарелочку я сейчас поставлю первый лепесток вот этот лепесток он довольно простой то есть я в самый центр вставлю и чуть-чуть его как будто бы ножничками отрезала ну вот хочу просто чуть-чуть видите в идеале он должен был быть быть вот таким вот да но я взяла от него от него чуть-чуть отрезала почему то что я хочу нарисовать так чтобы видно было вот здесь серединку красивую давайте проверим да отлично молодцы и обратите внимание как я к нему буду сейчас добавлять листочки я вот сюда вот ведь я нашла вот эту точку где у меня стоит листочек я из нее вот сюда вытащу вправо и вот сюда вытащу влево вот такие вот лепесточки и сейчас я их закрою смотрите как я их закрою я их тоже чуть-чуть вот так вот срежу один срезала и второе срезала можно их по-разному срезать не обязательно не тут какую-то супер правильную форму не имеет главное вот с правой слева и пытаться вот так вот добавить как бы мы такой вот час вот чашечку с вами сделаем обратите внимание на вот это место как я их присоединила так давайте проверим это нажала секунду да отлично супер глаш привет ну что молодцы умнички обратите внимание как я сейчас делаю я сейчас закрою чашечку чтобы у меня не было сзади пустоты для этого я сюда и сюда должна такие лепесточки чуть повыше сделать смотрите вот сюда один лепесточек и сюда вот такой чуть побольше лепесточек можно их спускать но нам вот это пространство сейчас нужно будет внутри потому что внутри видите есть такие совсем крошечные маленькие лепесточки а есть еще вот такие вот палочки с пыльцой да они у нас внутри внутри нашей чашечки будут можно опустить здесь как но лучше вот эту часть если вы даже опустили чуть-чуть стереть чтобы мы внутри чашечки сейчас с вами нарисовали маленькие лепесточки несколько тычинок это рисуется довольно просто да отлично очень хорошо я просто внутри здесь делаю маленький вот такой вот лепесточек можно даже два сделать если хотите и внутрь я вставляю вот такие вот вот такие вот палочки много их вставлять не надо раз вот здесь два смотрите можно сюда еще одну например высокую поставить три вон там внутри у нас получается такой вот внутри чашечки там такие вот палочки с пыльцой пестики стычок а супер браво отлично молодцы да ну что ж отлично продолжаем дальше все довольно таки дальше несложно нам нужно вот в эту часть потому что все 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 лепесточки держится вот в этом вот месте то есть все лепесточки должны быть сюда присоединены смотрите что я сделал я теперь чуть больше открою сделаю сюда шаг и сюда шаг смотрите сюда шаг и сюда шаг еще раз из этой точки толстой я сюда вытянула и сюда вытянула еще как бы вот таких два лепестка и я их тоже вот так вот закрываю отлично молодец но не закрывается же у нас не только по бокам мы вот в этом пространстве наверх поднимаем еще смотрите вот здесь вот выше вот такой большой красивый лепесток и сюда смотрите еще один у меня помещается большой красивый лепесток сюда и вот в этом пространстве еще один большой красивый лепесток вот смотрите какие они у нас большие и красивые то есть у нас внутри такая маленькая чашечка потом чуть чуть пошире на ее как бы обволакивать да отлично молодцы ну что а теперь нас ждет еще один разочек я даже смотрите в моем случае я могу использовать вот эту тарелочку сюда открою и сюда открою если у вас тарелочка не подходит просто сотрите и откройте самое главное чтобы они присоединялись вот сюда были довольно большие и мы их вот сюда закрываем такие вот у нас получается уже молодцы еще не запутались там андрея нормально успеваешь молодец ну хорошо а теперь а вот классно посмотрим ну ну вот вот Ага, молодец, умничка. У Поли там получается? Хорошо, супер. Ну что, а теперь нам нужно как бы, вот у нас была первая чашечка, потом она чуть-чуть открылась, потом еще открылась. А теперь у нас есть лепестки, которые, обратите внимание, они уже легли на воду. Да, вот эти, вот эти. Как нам их нужно рисовать? Они у нас довольно широкие, и они практически уже легли на воду. Смотрите, как я делаю. Раз, и два. И вот он уже у меня такой большой, широкий, но он уже, видите, у меня лег на воду. И в другую сторону, смотрите, сразу же раз, два. Вот какой он большой, красивый, полностью открылся и уже тоже лег на воду. Правда? Большой, красивый и уже лег на воду. И вот здесь вот большой открываем. Давайте все, которые уже полностью легли на воду, мы их вот так вот нарисуем. Вот эти вот, это те лепесточки, которые же полностью так сильно открылись, что они уже почти вот лежат на воде, горизонтальные. Они широкие, большие. Смотрите, они не узкие, они такие толстенькие, широкие и очень большие, далеко отходят, да, от цветка. Ну как? Ну как? Ну как? Да, отлично, умничка, молодец. И можно здесь сделать еще, вот у тебя по бокам еще вот здесь поместится. Ты можешь сделать больше, чем у меня, вот у тебя вот здесь вот сбоку. Смотрите, у нас большие цветы, большие лепестки должны еще обрамлять. Смотрите, я их добавляю вот здесь вот. И вот здесь я поднимаю наверх вот такой большой лепесток. И вот здесь тоже я тяну наверх большой лепесток. Видите, вот они большие, поднимаются вокруг. И даже вот здесь сзади я делаю вот такие большие лепестки. То есть мне нужно со всех сторон, видите, здесь получается такая дыра некрасивая, да? Нам нужно, чтобы у нас со всех сторон, как вот такой был ореол вокруг, нам нужно поднять вот эти вот большие-большие красивые лепестки. Как солнечные лучи, смотрите, они вокруг вот так поднимаются. И получается такой большой красивый цветок. Да, умничка, молодец, отлично, очень красиво. Ну что, друзья, снизу я сейчас сделаю лист. Он может быть ровный, то есть он может быть вот просто вот такой, как положенное сердечко. А может быть не совсем ровный, я покажу, как два листа нарисовать, ровный и неровный. Может быть еще вот с такими вот краями. У меня будет вот такой вот ровный лист, смотрите, вот такой вот, как бы ровненький. И здесь он будет вот так заостряться. Он как лежит, как на тарелочке. Если вы хотите, чтобы у него были зубчики, то нужно, бывают такие еще с зубчиками. Если вы хотите, чтобы у него были зубчики такие, то нужно тогда еще зубчики ему добавить. Но у меня будет без зубчиков. Зубчики просто добавить нужно по вот этой линии сделать вот такое движение. И у меня у вас будут такие, как маленькие зубчики. Такие тоже бывают. Кувшинки. У нас тут такие в пруду есть. Там у меня будут разделения просто. Лежит на воде. Можно будет нарисовать, как на водичке лежит. Ну что, получилось? Отлично. Да, молодец, молодец, отлично. Очень хорошо. Ну что, а теперь я тогда ценю пространство сверху. И вначале что я сделаю? Я просто выведу вот такие вот стручки. Сюда один и сюда. То есть я представлю, какой я хочу высоты, чтобы у меня были вот эти самые ножки. Одна будет коротенькая ножка, другая будет чуть повыше и покрепче. И я что сделаю? Я сразу же нарисую вот такую вытянутую каплю. Смотрите, вот здесь. И вот здесь тоже такую каплю. И уже из этих капель я буду делать бутоны, закрытые. Одна капля более внушительных размеров, а другая маленькая. Ну тут не было ничего сверху сложного. И что я сделаю в первую очередь? Я обозначу, видите, лепестки первые. Они у меня еще зеленого цвета. Они в самом низу капли находятся. Это такие же маленькие капли. Но вот у меня одна будет здесь. И две такие будут по бокам. Смотрите, раз и два. Обратите внимание, она даже, эти капли снизу могут быть чуть толще. То есть выходить за границу вот этой вот большой капли здесь. И здесь я себе тоже сделаю такой вот. Раз и два. И раз. Вот такие. То есть внизу у меня прикрепляю вот такие вот себе капельки. Можно их разного размера делать. Мария, Зина, не сдавайся. Я тут подглядываю за тобой, смотрю, как ты там рисуешь. Молодец, молодец. Да, молодец. Ух ты, здорово. Я все видела вот эту каплю. Оля, Глаша, все нормально, успевайте. Ух ты, супер. Отлично, девчонки, молодцы. Очень красиво вижу, да. Цветы, анпис вижу. И вообще глаз тоже вижу отлично. Очень красиво. Катюшка, тебе тоже, да, все нормально? Хорошо. Все, давайте будем тогда. Здесь я вставляю, смотрите, какой большой я сюда вставляю. Видите, большой лепесток. Раз. Большой лепесток. Два. Ну и тут, может быть, с краешку еще маленький поместится. Большой я вставила. И сюда тоже большой вставляю раз. Большой вставляю два. Большой вставляю три. Большие такие я вставила. Огромные лепестки. Большой вставляю. Большой вставляю. Большой вставляю. Большой вставляю. У меня осталось немножко внутри места. Я внутри еще вот сколько у меня там влезет. У меня здесь два поместилось. Я сюда два. А здесь у меня, наверное, вообще один поместился. Вот там я один вставила. Может быть, маленький сбоку. Или знаете ли не surtout. Я вам одну stripped репестка. Н ποRE. Нельзя weg, просто себя. Огромные лепестки. Ничего себе. ну что не стало здесь только утолстить правда не должна быть очень толстой но должна быть все-таки крепкая ножка здесь можно добавить такой какой-нибудь красивый листочек маленьким и здесь маленькая ножка небольшой такой загогулинг и листочек ну и можно приступать к работе с цветом подниму сейчас камеру чуть повыше я чесую красками у меня уже здесь есть вода и палитры и краски рукой пока смочу краски наташ а можно раскрашивать фломастерами да конечно можно здесь такой основной момент нам нужно подобрать будет грамотно цвета самые интенсивные цвета находится ближе обычно ближе всего к краям ой к центру извините договорилась но первое что я хочу сделать я возьму сделаю самый 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 вот такой очень 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 прозрачный очень 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 нежный розовый цвет и я покрою все все лепестки все 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 без исключения очень нежным очень 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 прозрачным розовым таким вот цветом то есть я делаю его таким нежнейшим все 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 наташ а подойдет вот такой вот оттенок а есть еще светлее сейчас посмотрю посмотри там такое бывает совсем бледный можно же только бледно розовый или бледно как цвет кожи бывает ты можешь все не покрывать брати внимание это можешь вот в те которые внешне видишь вот эти дальние они у тебя самые такие светлые можешь с них начать и постепенно будем вот и розовым здесь покрыла но я не забуду и про те которые закрыты и лепестки я этим же самым цветом их тоже раскрашу то есть они у меня уже не белые они уже такие нежнейшим розовым очень нежнейшим розовым а вот следующим шагом я могу свой розовый цвет добавить меня вот такой вот самый светлый да вот он мне кажется как раз подойдет а а теперь я чуть-чуть вот утемнила совсем самую-самую копейку и я задние цветочки обведу только вот так вот сверху то есть я покажу границы где заканчиваются они вот их тут чуть-чуть ласково обвела тоже очень нежным очень-очень-очень-очень-очень-очень а потом я постепенно накладываю вот этот вот цвет который капельку у меня темнее я его накладываю поверх нежно-розовым у не торопясь ну но и Продолжение следует... Одномоментно сразу же сделала яркий цвет, а я очень медленно его набираю. Слой за слоем, слой за слоем. И еще ярче теперь могу взять. И вот самые яркие у меня будут вот эти цветочки, вот эти лепесточки 2, 3, внутри которые. Слой за слоем. Главное не торопиться. Вот в эти я даже немножко голубого добавила, смешала. И вот эти снизу я даже чуть-чуть более такого сирени. В самом конце, когда уже все лепесточки раскрасила, я возьму такой сиреневый или фиолетовый цвет. И чуть-чуть обведу снизу поверх нижней части. Нигнутый. Наташа, я все. Ух ты, молодец. Да, ты похожа очень. Умничка. Очень здорово, молодец, Алекс. А я вот здесь вот еще раскрашиваю лепестки. Пока, Наташа. Пока, пока, Катюнечка, пока. А вот эти лепестки, самое главное, которые в закрытых бутонах, мы их наоборот. Снизу не делаем темными, а мы их сверху делаем. Чуть потемнее, а снизу они остаются светлые. То есть наоборот. Если в этом большом цветке мы делали низ более темный, то сейчас мы делаем более темный вверх. Главное не торопиться. Постепенно накладывать цвет. Мы делаем новый цвет. Продолжение следует... Зеленый мне потребуется очень светлый и такой очень голубой, почти изумрудный, как туркиз. Для этого я смешиваю зеленый с синим. И очень прозрачно. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас разъединимся, не пугайтесь. Я выйду обязательно еще раз. Онлайн, чтобы мы спокойно все закончили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...